Это я сделала папку. По его записям я составила воспоминания, отдала в музей. Герой без золотой звезды. Фёдор Коробов боевой путь начал в августе 41-го. Он прошёл всю войну. Сражаясь за родину, дважды был ранен. Дочь Людмила Фёдоровна о подвигах своего отца узнала только после его смерти. Сам он мало что рассказывал. Годы войны вообще старался не вспоминать. Ограничивался одной фразой. Там было страшно. Один-единственный раз он рассказал, как они сидели в линдаже, видимо. И он разговаривал с другом. И в один миг выстрел этого друга прямо в голову. И убил его. Вот единственное, что он рассказал. За четыре года, проведённые на полях сражения, Фёдор Петрович был удостоен множества наград. Дважды его представляли к званию Героя Советского Союза. Но золотую звезду он так и не получил. Дочери он рассказал, что потеряли документы. А вот Валерий Костенко, который в детстве жил с ветераном в одном доме, считает иначе. Я проверил. В этой дивизии за последние полтора года было награждено, присвоено звание Героя Советского Союза 15 командиром. На мой взгляд, что просто решили, что слишком много для одной дивизии. И Фёдора Петровича снова не наградили. А присвоили звать, то есть наградили орден Боевого Красного Знамени. Высокая награда, но не совсем. Валерий Васильевич, изучив личное дело Коробова, его наградные листы и подвиги во время войны уверен. Фёдору Петровичу нужно присвоить звание Героя. Он заручился поддержкой в военкомате, где 4 года Фёдор Коробов был военным комиссаром. Помощь окажет и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Дальнейшие шаги обсудили в ходе онлайн-беседы. Принято решение направить представление на имя министра обороны страны, как от депутата Александра Прокопьева, так и от губернатора края Виктора Томенко. Я думаю, это большое дело будет. Давайте этим займёмся. С губернатором пообщаемся. Я думаю, что он поддержит. Обращение и пакет документов подготовят в ближайшее время. А дальше останется только дождаться решения Министерства обороны. Валерий Костенко и все мы надеемся, что свою золотую звезду полковник Коробов всё же получит. Хотелось бы хотя бы к 9 мая следующего года, чтобы имело положительное решение. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. КОНЕЦКИ КОНЕЦКИ КОНЕЦКИ